Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу немножко расставить точки над «э». Наш проект быстро набирает популярность. Очень много мистики вокруг нас кружится. И мне бы хотелось внести ясность, всё-таки как же мы работаем, что же мы делаем, где мистика, где не мистика, и показать это на реальном примере. И в частности, я сразу возьму пример с аутизмом, потому что эта тема для нас сегодня горячая. Хотя она уже начинает обрастать и другими темами. Я вам об этом скажу чуть дальше. Ну вот смотрите. Тема аутизма. Человек думает, что он обращается к нам. И точно так же сейчас тема возрастных заболеваний. Просто письма идут там. Умирает отец, умирает мать, ещё кто-то, ещё кто-то. И надежда на нас, как на последнее спасение. Как будто кто-то пишет нам как к врачам, кто-то пишет нам как к психотерапевтам. Ну, чаще всего обращение как в больницу, да. За последней помощью кто-то обращается к магам, экстрасенсам, которые должны колдануть волшебной палочкой, и всё случится. Смотрите, господа, это всё представления. Представления, которые сегодня есть в социуме, и к нам они не имеют никакого отношения. У нас действительно идёт работа. Работа идёт больше связанная с сознанием человека, да. С той закрытой областью, которая вообще никак ни в науке почему-то не исследуется нормальным образом. Ни в религии, нигде. Просто как будто это нечто несуществующее. Мы же в эту тему вошли. Вошли благодаря природной способности человека входить в определённое состояние сознания, трансовать, улетать, но при этом доставать объективную информацию из глубин своего, не чужого, своего подсознания, да. Это всё элементы управления своими собственными психическими ресурсами. И вот когда мы научились так работать с собой, мы вдруг заметили, что мы можем точно так же брать информацию о других людях, точно так же помогать, раскрывать и так далее. И мы влезли в такие штуки, которые называются кармические законы, да. Мы влезли в карму и посмотрели, как всё-таки играют души, как устроена психика человека, как это всё взаимосвязано, как предыдущая жизнь влияет на текущую инкарнацию и так далее, и так далее. И когда мы начали разбираться, мы вдруг обнаружили, особенно ярко это проявляется и чётко видно у детей, страдающих аутизмом, да, что закрываешь кармические какие-то вопросы, ты как будто выпускаешь ребёнка из клетки, ребёнка из клетки. Вот грубо говоря, его психика была заблокирована какими-то событийными рядами, которые были там с прошлой жизнью, с позапрошлой жизнью, какими-то решениями. Плюс здесь они усилились, например, прививками. Грубо говоря, вот ребёнок Маугли, да, он был изолирован от социума, посажен в какие-то ёмкие условия, да, ограниченные. И в этих условиях он там жил 5, 7, 10 лет, да. И вот мы приходим, разрушаем эту клетку, и как бы он заново проявляется в социуме, да. И ожидать, что разрушение клетки, включение вот на раз, два, три всех инстинктов, реакций, жизненного опыта, который за этот промежуток времени он должен был набрать, ну, сами понимаете, это глупо как минимум. А именно такое ожидание и происходит у людей. Человек думает, что мы как Гарри Поттера махнём волшебной палочкой и включим ему в опыт, в осознанный опыт, весь тот период жизни, который он был Маугли блокированным, да. Нет, такого не происходит. Получается, вот этот опыт, чем дольше период, тем сложнее и дольше период восстановления психики, да. И вот этот период психика как будто заново в ускоренном режиме проживает, набирает, расставляет, причём очень интересно у детей это проявляется, те же самые границы выставляются, инстинктивные реакции проверяются, что за чем. И даже можно уже по этапам говорить, вот там первая неделя будет там кричать, потом он будет там проверять границы свои, потом, потом, потом это будет реактивная составляющая у ребёнка, потому что психика, мы ей помогаем включиться, мы разрушаем клетку, да, клетку, которая там была, потому что мы эту клетку видим, мы её просто рушим, да, рушим эту кармическую клетку. А дальше всё происходит само, оно и так будет само происходить. Некоторые вещи мы помогаем прожить родителям, просто видя, как это дело происходит у ребёнка, как оно дальше будет. Я бы хотела, чтобы всё-таки те люди, которые к нам обращаются, они понимали, что это работа на годы, на годы, это не пятиминутная работа, но вы видите результаты уже через неделю. И в данном случае очень важное значение имеют, как с тем же самым ребёнком работает мама. Я хочу вам вот здесь на конкретном примере показать работу мамы и результаты у дочери. У дочери, у дочери можно видеть, как был блокированный телек, блокировано развитие, возраст 6 лет, это было ещё в марте месяце, да. Сегодня мы имеем май месяц, и вы видите, какие результаты. Смотрите. Где заяц? Давай, быстрей. Где... Где, где, где черепаха? Давай. Быстрей. Молодец. Молодец. О, о, молодец. Где буква А? А, молодец. Где буква И? Умница. Я, молодец. А, молодец. А, молодец. А, молодец. Молодец. Лук. Не гни карточку. Лук. Угу. Капуста. Умничка. И вот представьте, ребёнок, который ещё в марте месяце имел диагноз аутизм, отставание в умственном развитии. Он не мог ещё сам одеть носки. Мы радовались, когда впервые ребёнок одел носки. И этот ребёнок получает путёвку в жизнь. Внешне вот этот переход, он выглядит обыденным. Просто работа мамы, просто, просто, просто. Но давайте на всё посмотрим сразу, комплексно. Если бы не было работы, не было бы вот такого результата. Если бы не было работы нашей, не было работы мамы, не было работы ребёнка. Вот это есть сотворчество, вот это есть сотрудничество. И когда мы говорим о том, что мы работаем с аутизмом, мы работаем вместе с мамами, мы работаем вместе с детьми. И мы ведём и мам, и детей к результату. И надо понимать, что этот путь каждый пройдёт свой. Но он обязательно пройдет и результат обязательно будет, потому что карма у ребенка и у мамы уже закрыта.